На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовой ветви и вышли ему навстречу с возгласами «Осана! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословен Царь Израиля!» Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано «Не бойся, дочь Сиона, вот идет Царь Твой, сидя на молодом осле!» Вначале ученики Иисуса ничего не могли понять. Только после того, как Он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о Нем. Люди, бывшие с Иисусом, когда Он вызвал Лазаря из могилы, воскресив Его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышла встречать Иисуса целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. Фарисеи с досадой говорили друг другу «Ничего не помогает. Весь мир идет за Ним». Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды в Галилее, и попросили «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». Филипп подошел к Андрею, и они вдвоем подошли и сказали об этом Иисусу. Иисус ответил. «Настал час прославиться Сыну Человеческому». «Говорю вам истину. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен и следовать за мной. И где я, там будет и мой слуга. И Отец мой прославит того, кто служит мне. Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли, Отец, избавь меня от этого часа? Но ведь для этого часа я и пришел. «Отец, прославь свое имя!» И с небес раздался голос. «Прославил! И еще прославлю!» Народ, который там стоял и слышал, говорил, что это гром. Но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. И Иисус сказал, «Этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира, и князь этого мира будет изгнан вон. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе». Это он сказал, давая им понять, какой смертью он умрет. Толпа ответила ему, «Мы слышали из закона, что Христос вечно жив. Как же ты можешь говорить, что Сын Человеческий будет поднят? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще совсем недолго свет будет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы вас не покрыла тьма. А тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет. Верьте в свет, пока свет есть, чтобы вам стать Сынами Света». Закончив говорить, Иисус ушел и скрылся от них.